Уважаемые собеседники, Следующая наша с вами задача, Особенно прежде чем приступить к упражнениям, Возьмите, пожалуйста, тетрадь или в виде дневника, Там опишите все сегодняшние ваши невзгоды. От макушки до пятки или от пятки до макушки пройдите. Что беспокоит? Какова? Чего? Абсолютно все внешние и внутренние симптомы, Все те моменты, которые вам дают дискомфорт, По пунктам запишите, пожалуйста, Первый беспокоит вот этот, Второй беспокоит этот, Третий, четвертый, пятый, Если у вас есть неврастение И великий талант искать в себе то, что нет, То есть болезни, Вы можете до 100 пунктов записать. Сделайте, пожалуйста, максимально Это четкий, полный ассортимент. Опис внешних и внутренних проявлений недуга. Для какой цели? Для чего это нужно? Очень важный момент. Плохое мгновенно забывается. Хорошему человек быстро привыкает, И плохое как бы стирается. Через недели тренировки, Через две недели. Если у вас есть Такая привычка Всегда искать что-то плохое в себе, Вы будете обострять внимание Не на улучшение, Которое вы успели уже забыть, А на оставшееся явление. И вам могут казаться, Что держитесь на одном месте. Две недели или три недели занимаетесь, А успехов никакое. Если вы сейчас запишите в дневнике, Какие у вас проблемы, Мелкие или большие, Через неделю просто посмотрите. Или через неделю Откройте, пожалуйста, тетрадь новой. Запишите, пожалуйста, будьте добры, Что вас беспокоит. Опять же, как это сегодня вы будете делать, От макушки до пятки ноги. Пройдите, сделайте ревизию, Опять же, запишите Там, 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 Вот такие претензии к самому себе. После этого сделайте сверху, Сделайте сравнение, Вы увидите Сравнение первым списком, Во втором списке Пункты резко сокращаются, Начинают уменьшаться. Если вы Вот эту бумажную бюрократию Не будете вести, То, что исчез за неделю, Можете просто не обратить внимания. Мы провели исследование Десятка тысяч людей И столкнулись с этим страшным феноменом. Когда в первом списке говорится, У меня гипертония, У меня этот, у меня этот, У меня этот, у меня этот, Через два месяца, Когда мы проводим исследование, Замечаем, Встречаются некоторые слушатели, Некоторые собеседники говорят, Я месяц занимаюсь, Но никакого улучшения. А потом поднимаем список. Каково у вас давление? Как давление? Нормально. А вы здесь пишите, Что у вас нормальное давление? Беспокоит данный момент. Какова у вас работа с кишечником? Нормально. А вы пишите, Что в данный момент Главная ваша задача Наладить работу кишечника. Каково состояние руки и ноги? Вы здесь пишите, Что суставы болят. А как сейчас суставы? Не беспокоят? Нормально? А тогда почему вы говорите, Что вы на одном держитесь? А левый глаз плохо видит? Как видел, Это плохо видел. Так продолжает. А когда мы смотрим, Из всего 20-30 пунктов, Которые первый раз Наш собеседник написал, Осталось только один, Чуть-чуть ухудшение зрения. Мы были вначале шокированы. Мы думали, Что это человеком что-то не то. С его головой. А когда увидели, Что более 90% слушателей Точно так же себя ведет. И с того момента мы начали Вести дневник, Которого вам предстоит сегодня начинать. Почему? Потому что внутри, В каждом из нас Есть Хорошее и плохое. На что будете опираться, То будет развиваться. Через неделю вы увидите, У вас есть первые результаты, Будет повод, Реальный повод, Чтобы радоваться. Через месяц вы увидите, У вас громадное количество Беспокоившихся, В данный момент, Беспокоившие ваши явления Исчезли. И у вас будет на что опираться, И исходя из чего, Еще сильнее верит в себя. Значит, Значит, Равнение на успехи начальные. Память очень плохое. Плохой советник бывает. Маловато ощущение, Маловато, Еще маловато. Это свойственно человеку. В каждом из нас, Третий раз буду повторять, Добро и зло Находятся в вечном борьбе. Раз мы имеем с вами Хроническую болезнь, Значит, Вероятность, Что вы Больше всего в себе Ищите плохое, Очень большое. Начните, пожалуйста, Дневник После знакомства Притчей.